МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алматы, улица Тулебаева, 119, квартира номер 5. По этому адресу жил советский государственный и общественный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев. Сегодня здесь находится его музей. Все, начиная от порога, переносит нас на несколько десятилетий назад, в советское прошлое, когда имя Кунаева было известно каждому казахстанцу и практически, как тогда говорили, всему прогрессивному человечеству. Именные музеи, как никакие другие, передают особую атмосферу времени, дух эпохи, в данном случае эпохи развитого социализма. Музей Дин Мухаммед Ахмедович Кунаева был открыт указом президента в 2002 году. Этот музей имеет большое не только историческое, общественное, воспитательное значение. Этот музей, в общем-то, вбирает в себя все то наследие, жизненное наследие, которое должно бережно храниться нашими потомками, потому что именно в этот период, когда у власти находился один Мухаммед Ахмедович Кунарев, жили деды, прадеды, матеря. И, в общем-то, это все прошлое, оно как бы концентрируется в этом музее через личность этого великого человека. Эти звезды, пожалуй, одни из самых ценных экспонатов музея. Три звезды, героя социалистического труда, высшие трудовой награды Советского Союза. В центральной части медали из золота 950-й пробы располагаются рельефные серпы молот, колодка перехвачена красным муаром. Три такие звезды за всю историю СССР имелись только у полутора десятка человек. Вообще 16, но Академик Сахаров был лишен всех этих званий, поэтому только 15 человек были трижды героями соцтруда. В основном это ученые-физики, крупные изобретатели. И лишь один из них – руководитель республики, а именно глава Казахской ССР Динмухамед Кунаев. Сотрудники музея рассказывают, что сам Кунаев относился к наградам с прохватцей, считая их прежде всего наградами всего народа. Хотя само название «Герой социалистического труда» отражает всю историю жизни этого человека. Без малого 45 лет Динмухамед Кунаев проработал на различных руководящих постах Социалистической Республики и почти 25 лет с небольшим перерывом возглавлял Казахскую ССР. Мне приятно отметить умелое руководство партийной работы и хозяйственной деятельностью Республики ЦК Компартии Казахстана и лично Димаша Ахметовича Кунаева. Когда Казахстан находился в составе Советского Союза, конечно, он не мог жить изолированно от других союзных республик. И здесь, конечно, шло взаимодополнение в едином народно-хозяйственном комплексе. То есть мы добывали уголь, плавили металл. У нас была где-то на вся 70% сырьевая направленность экономического развития. Это сформировало такой общий народно-хозяйственный комплекс. И в этом дополнении Казахстану как бы отводилась роль такого авангарда в сырьевом развитии. Но тут нужно не забывать еще вот такой момент, что вот в этом сырьевом развитии Кунаев очень пристальное внимание уделял городостроительству и развитию отечественной науки, образования и, прежде всего, формированию такой нашей своеобразной казахстанской культуры. Сегодня все в мемориальной квартире Динмухамеда Кунаева сохранено в том виде, когда там жил ее хозяин. На особом месте телефоны для связи с Кремлем. Это сейчас понятие «высокое разрешение» сначала отнесут к качеству изображения. Для Динмухамеда Кунаева эти слова имели свое первоначальное значение. В советское время без высокого разрешения не принималось ни одно маломальски важное решение на местах. С Москвой в условиях жестко централизованной административной системы приходилось согласовывать все вплоть до строительства бань. Телефоны прямой правительственной связи были установлены не только в рабочих кабинетах, но и в квартирах и на дачах первых руководителей республик. Долгие годы в Кремле работал человек, с которым Динмухамеда Кунаева связывали теплые человеческие отношения – Леонида Ильич Брежнев. Племянница Кунаева Жанет Серегбаева вспоминает сегодня, как однажды позвонила в Кремль. Когда Димаш Ахметович жил на углу Кирова и Коммунистической, вот до сих пор этот дом стоит, там была небольшая трехкомнатная квартира и была маленькая комнатка без дверей, но это просто темная, там может быть полтора на полтора метра, на тумбочке стояло несколько телефонов и стул. Я была тогда еще совсем маленькая, вот раскрыла эту занавеску, увидела телефоны, а поскольку мы жили в коммунальной квартире, у нас не было телефона, вот, и причем они без циферблата, вот, дисковые, но вот без каких-то обозначений. Я взяла один, и мне, значит, слышу женский такой голос говорит «Кремль слушает». Я настолько обомлела, конечно, и, ну, Димикен увидел, он ко мне подошел, а повторяю, вот, поскольку летом мы часто у них бывали, поэтому я и Леонида Ильича Брежнева видела, и Никита Сергеевича Хрущева видела, вот, и мне Димикен сказал, говорит, Жанеточка, если ты хочешь поговорить с дядей Леней, я тебя сам потом соединю, а самой заходить сюда нельзя. Одним из идейных вдохновителей создания музея Един Мухаммеда Кунаева был начальник его личной охраны Анатолий Горяйнов. Он находился рядом с шефом 24 часа в сутки и по мере возможности успевал запечатлевать на фотокамеру самые интересные моменты. Многие из этих исторических снимков стали экспонатами музея. СССР тогда мировая держава. Един Мухаммеду Кунаеву довелось работать почти со всеми, кто ее возглавлял, начиная от Сталина, заканчивая Горбачевым. В музее собрано много снимков, где отображены рабочие моменты такой обширной политической биографии. Кроме того, по поручению ЦК КПСС Кунаев много выезжал за рубеж, возглавляя советские партийные делегации. Его направляли в самые сложные командировки, например, на переговоры с Мао Цзэдуном, с учетом того, что на Востоке нужен тонкий дипломат. В это время Казахстан в 70-е, 80-е годы стал бы как бы витриной, выставкой советской жизни, потому что именно наша республика по своим темам развития происходила все другие союзные республики бывшего Советского Союза. И Кунаев уже как дипломат, когда отображается его дипломатическая деятельность, очень много сделала в то время снижение напряженности между Советским Союзом и Китайской Народной Республики. Вот такой один интересный факт. В 70-х годах была острая конфронтация между Советским Союзом и Китаем из-за пограничных территорий. Могла начаться Третья мировая война. И именно благодаря дипломатическому искусству Дину Хамеда Ахмедовича Кунаева удалось предотвратить этот конфликт. Личная библиотека Кунаева – предмет отдельной гордости музея. В советское время существовал культ собирательства художественной литературы. Каждая интеллигентная семья старалась держать как можно больше книг, и подписка на приложение к журналу «Огонек» или подборка «ЖЗЛ» была престижнее, чем коллекция чешского хрусталя или японской посуды. Сам Дин Мухамед Ахмедович был высокообразованным человеком и книги подбирал с особой тщательностью с самых ранних лет. Ребенок из простой семьи, он закончил престижный московский вуз, позже был доктором наук, академиком, возглавлял Академию наук и, как рассказывают свидетели, очень много читал. Дин Мухамед Кунаев хранил даже учебники, по которым учился. Во многом эти книги его сделали, научили понимать людей и слышать их проблемы. Меня просто поразил рассказ и секретарша Димаша Ахмедовича Зинаи Петровны Жуковой. Она сейчас жива, уже за 90 лет. Когда она рассказывала, как она, вот в первый день ее работы. Она работала с Димашем Ахмедовичем с 1962 по 1986 год. Понимаете, одна секретарша была. Это тоже, я считаю, очень хорошо характеризует его. И вот она рассказывала, что в первый день, когда он с ней знакомился, он ей сказал, Зинаида Петровна, вы должны понять, что в наших с вами руках сосредоточена огромная власть. Она говорит, он меня этими словами вообще сразу сразил. То есть он себя поставил рядом со мной, или вот меня поднял для себя. Любой звонок из этого кабинета может решить судьбу не только человека, может быть, даже страны. Поэтому надо относиться к людям с большим уважением и уметь их слушать. В те годы еще Алма-Ата, утопающий в зелени с журчащими арыками город, каким его еще помнят старожилы, со своим особым пленительным духом, главная визитная карточка советского Казахстана. При Кунаеве в республике началось освоение целинных и залежных земель, развитие многих отраслей промышленности, нефтяных месторождений и Байконура. Но именно Алма-Ате один Мухаммед Кунаев уделял особое внимание. Культура, духовность, музыка – отдельный уголок в музее. Целая коллекция дефицитных тогда пластинок. Оркестр народных инструментов имени Курмангазы под управлением Шамгона Кашгалеева или вокально-инструментальный ансамбль из Ливерпуля под управлением Джона Леннона. Круг музыкальных пристрастий первого руководителя был самым разнообразным. И здесь много пластинок. И вот тут тоже по-своему его характеризуют. То есть и классическая музыка, и джазовая музыка. То есть хранивая, да? Вот они, пожалуйста, да. И народная музыка, причем казахские, татарские там, значит, да. И это может быть камерная. И эстрада есть. Вот. И тут же есть пластинка «Битлз», тут же есть Майкл Джексон ранний. То есть, понимаете, вот такой. И Высоцкого он слушал, опять-таки, есть и позже. Вот когда аудиокассеты, тоже у него там подборка целая, японская эстрада и, допустим, оперные певцы. В музее и мемориальной квартире хранятся еще две уникальные коллекции. Первая – охотничьи ружья. Дин Мухаммед Кунаев страстно увлекался охотой. Коллеги в республиках, а особенно первые секретари обкомов, руководители на местах, при случае пытались совместить рабочие поездки Кунаева с вылазками на природу. В охотничьих ружьях политический лидер знал толк. Второе – это знаменитая коллекция кунаевских зажигалок. Почти 500 уникальных экспонатов разных времен и народов. Все зажигалки многоразового использования, поэтому с подзаправкой действуют и сегодня. Их, Дин Мухаммеду Кунаеву, не просто как члену политбюро ЦК КПСС, а в знак особого уважения дарили лидеры США и Египта, Великобритании и Индии. Или вот даже такой экземпляр. На долгую память с портретом дарителя – Саддама Хусейна. Узнав о том, что он собирает зажигалки, в 1956 году, когда он был премьер-министром, как теперь говорят, председателем Совета Министров Казахстана, он в составе большой партийной делегации, ее тогда возглавляла Екатерина Алексеевна Фурцева, вот был в Великобритании. И во время переговоров с премьер-министром этой страны, Энтони Иденом, Димаш Ахметович получил от него в подарок настольную зажигалку в виде двухтомника произведений Шекспира. В квартире Кунаева всегда было многолюдно. Друзья, родственники, коллеги, просители, взрослые и дети. Двери этого дома не закрывались. Здесь принимал гостей Димаш Ахметович вместе со своей супругой Зухрой Шариповной. Это была случайная встреча, любовь с первого взгляда и неразлучная жизнь длиной почти в полвека. Первоначально была перегородка такая раздвижная между двумя половинами. Вот, что им хватит этого. А во время больших, поскольку родственников, ну, действительно бывало много гостей, она будет открываться. Но дело в том, что потом она просто уже настолько мешала, ее убрали, потому что гостей всегда было много. Вот таких столов, как сейчас там стоит, было два. То есть от края и до края. И они не вмещали гостей. Причем люди бывали, конечно, вы знаете, очень разные. Это были и соратники Димаша Ахметовича. Это были, естественно, тут из государственных деятелей, кто вот приезжали сюда с визитами. Очень много в музее сохранено подарков. Например, вот этот деревянный крокодил от бывшего президента Египта. За всем этим смотрит сам Димаш Ахметович с работы художника Марта Китаева. Его специально командировали в Алматы для написания портретов в честь юбилея политика. Вместо десяти сеансов позирования Кунаев дал художнику только пять, попросив написать туловище со своего рослого помощника. Некогда было. Кунаев всегда много работал, при этом ценил профессионалов и старался им быть всегда сам. Он не принимал вранья. Он не принимал непрофессионализма. Потому что это тоже вранье он считал. Это та же ложь. Он не принимал вообще непорядочности человеческой. Вот это он, повторяю, он мог простить какие-то ошибки, если они, как говорится, произошли в силу каких-то обстоятельств. Но если человек ее исправил, то всегда возможность на это давалась. Вокруг имени Динмухаммеда Кунаева, как любой исторически значимой личности, всегда было много разговоров, легенд и мифов. Его хвалили и критиковали, обожествляли и низвергали. Но в музее Кунаева считают это суетой и работают сегодня над главной задачей – сохранить для потомков имя Динмухаммеда Кунаева и память о том, что в истории казахской государственности был такой человек, с которым действительно ушла целая эпоха. В наших следующих программах история казахской музыки как отражение истории народа, творчества жирау, акинов и мыслителей прошлого, многовековая, самобытная и полная судьбоносных моментов летопись Великой степи.